Испытать физическую выносливость и моральную стойкость. Бойцы преодолевают задымленный тоннель, пролазят сквозь заросли и ползут под колючий проволок. Камень сопровождает все канонада взрывов. Быстрее, быстрее, девочки, быстрее, быстрее. Тяжело, там будет хуже. Заложим тротил, взрывы, то есть имитацию ранения выполняем. Проводим взятие блокпоста. Планируем так, чтобы парни максимальную нагрузку получили. И при этом смогли сохранить целостность группы и слушали своего командира. Задание – зайти в тыл противника и ликвидировать опорный пункт. Ростиславу к тому же удалось затрофеять вражеский БК. Забрали боеприпасы, обстреляли противника. Его побратимы спасают раненых. Накладывай турникет, потому что ранен в левую ногу. Затягивай, зажимай. Вернуться бойцы должны по тому же пути преград. Командиры моделируют ситуации, которые могут возникнуть на передовой. На войне нет другой дороги, по которой ты можешь пройти. Потому что она будет заминирована или будет ждать тебя противник за кустом. Так что без этого никак. Чем тяжелее здесь, тем, может быть, будет как-то легче на Востоке. Все бойцы, которые сейчас проходят тренировку из батальона «Полевские волки». Летом этого года они держали оборону под Бахмутом. На ротации воины продолжают учиться. Нужно постоянно тренироваться. Кто не тренируется, тот не живет. Андрей на Востоке получил тяжелые ранения. Теперь восстанавливает боевые навыки. Как и большинство в его батальоне – доброволец. Самое тяжелое всегда – забирать раненого. Очень сложно не просто тащить человека. Но самое тяжелое – это защищать страну. А теперь бойцы терроробороны получили задание взять вражеский командный пункт. Заходим двоечками. Подтягивается танкист. Подтягивайся. Зачищают здание. Комнату за комнатой. За каждый этаж ведется бой. Осколочная граната. Ранение в ногу. Раненых эвакуируют. Так в этом заброшенном здании отрабатывают городские бои. Сложность таких операций в том, что если противник засел в помещениях, у него имеется много укрытий. Это сложно заметить. Сложно подойти к помещению. Для этого используются и задымление, и специальные тактические навыки. В качестве условных противников местное добровольческое подразделение общины удержать здание им не удалось. Всех обезвредили. Шансов не было, потому что они очень оперативно и очень качественно все сделали. А вот бойцы отрабатывают тактику ведения боя в полях. Их задача – прийти на помощь побратимам, позиции которых, по легенде, учений уже атакует противник. Это взводный опорный пункт, отрабатывается круговая оборона. С какой целью занимается круговая оборона, чтобы не пропустить противника в населенный пункт, который расположен за этим опорником. Задача – уничтожить противника, не дать ему продвинуться и остановить данную возможную колонну. Вперед, Влад! Занимаешь левую позицию. Понял. Понял. Левую позицию. По чуть-чуть. Во время боя условный враг накрыл опорник плотным огнем. Был артобстрел. Осколочное ранение у товарища в левую ногу. Наложили турникет. Кровотечение. Остановили. На одной ноге может прыгать. На точку эвакуации его доставили. Будет вторая группа выходить. Бойцы достойно прошли испытания. Признаются. Не знают, где их застанет реальный бой. Поэтому готовятся, пока есть возможность, в тылу. Тренируются уничтожать противника. Эти моменты они тут отрабатывают непосредственно. Тренировка войск продолжается на определенных участках. Это и полосы препятствий, и специально оборудованные места, где под руководством опытных инструкторов бойцы в северной операционной зоне постоянно работают над совершенствованием своих умений и навыков. Командование уверено, предела совершенствую на 10-м году войны нет. Тем более, пока в Беларуси присутствуют путинские солдаты. На северных рубежах будут продолжать тренировки украинских защитников. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова